Приветствую вас возле моего гостя, братья и сестры. Сейчас вы увидите определенный материал. Прошу слабонерых и сугубо впечатлительных не смотреть. Потом объясню, что делать, как быть в такой ситуации. Это женщина. Я услышала, ну как стук громкий. Вообще я чуть-чуть прилегла, думаю, пока жарко прилягу. Стук очень агрессивный. Ну когда, блин, тебе не открывают через 5 минут. Она стучала минут 15. Очень агрессивно. Вылинула в глазок. Смотрю, женщина с сумкой в красный, короче, красный платок на ней и красное платье. Сильно лицо ее не могла разглядеть. Ну понятно, что как бы, ну зрелая. Выглядываю в глазок. Она такая по сторонам посмотрела. Никто ж не вышел. На моих глазах достает из сумки какую-то жидкость. Рисует этой жидкостью перед дверью крох в кругу вот эту вот звезду шестиконечную. Но я не сразу поняла, что это звезда. Это уже потом, когда я вышла. И сверху по вот этой жидкости, начачанной водянистым чем-то, посыпает вот что-то типа соли и сахара. Я ж не знаю. А мне ноги подкосились. Реально, я же это слышала. Я об этом, ну как бы, знаю. Ну что бы я своими глазами, я этого не видела. Ну а теперь объясню, что делать. Поскольку мы православные христиане, естественно, мы ничего не боимся, потому что мы исповедуясь и причащаемся. В такой ситуации нам ничего совершенно не страшно, никакие лукавые действия. А что делать в такой ситуации? Святую водичку покрапили, смели, ее в мусорку выкинули. Все. Никаких других действий, в принципе, делать не нужно. Если давно исповещались, лучше попросите человека, который это делал хотя бы немножко недавно. Потому что всякие могут быть искушения. С Богом ничего не страшно. Молитая да вас крестит не Бог, живы в помощь. Киприанам ученицы в Устине. Мы читаем такие слова. Чего нам бояться? Яка с нами Бог. Храни вас Господь и Царица Небесная. Субтитры создавал DimaTorzok